Мы в Новой Москве. В 2012 году эта обширная территория, которая в полтора раза превышает территорию Старой Москвы, была включена в состав нашей столицы. Тогда здесь жили 250 тысяч человек, а сейчас уже около миллиона. И наш сегодняшний рассказ о выборе школы в Новой Москве. В Англии цена недвижимости определяется близостью и качеством близлежащих школ. На ведущих порталах по недвижимости США, обязательно рассматривая какую-нибудь недвижимость конкретную, вы увидите подробную информацию о школах, находящихся рядом. У нас такие сервисы пока отсутствуют, что странно, ведь дети наши все, а качество школы оказывает ключевое влияние на будущее ребенка. Об огромном интересе к школам мы можем видеть по спросу со стороны наших покупателей и арендаторов, которые выбирают себе дом с помощью нашего агентства недвижимости Белые ветры. Мы собрали большой материал и написали статью с целым функционалом по выбору школы в Новой Москве. Мы существующие сейчас рейтинги и статьи рассматривают школы во всей Москве, как будто человеку, проживающему в Новой Москве, может быть интересно водить ребенка в школу на Преображенском площади или на метро Сходинская. Это же не так. Другие рейтинги либо слишком бедные, только имитируют наличие информации, либо даже ангажированы. В нашем рейтинге около 40 школ, которые разбиты на 6 локаций и по каждой из них собрана детальная информация, включая 25 четких объективных критериев, но также и другая информация, касающаяся миссии школы, ее детали, особенности. Все это в очень удобном виде и можно удобно сравнивать как на карте, так и в таблицах. Также вы можете узнать, какие поселки находятся рядом с каждой школой, чтобы понять, где приобрести недвижимость, арендовать, является наиболее удобным с точки зрения посещения данной школы. Заходите по ссылке в описании по этим роликам и смотрите детальную информацию с функционалом выбора школы в Новой Москве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова